Здравствуйте, Симур Сагитович. Я благодарю вас за то, что вы нашли время. Безмерно вам благодарна, потому что вы приехали ненадолго на свою историческую родину, нашли время. Как у кардиохирурга уже с большим опытом работы, хочу у вас спросить, почему люди считают орган сердца главным? Тут, наверное, всё просто. Без любого органа какое-то время организм, наверное, сможет прожить. А возьми, забери у человека сердце, организм умрёт практически сию минуту. Вот и всё. Всё очень просто. Что такое вообще сердце? Объясните, как кардиохирург. С анатомической точки зрения, с медицинской, это головной или центральный орган кровообращения. То есть это такой некий мотор, который перекачивает кровь, доставляет кислород во все органы и ткани. От макушки до кончиков пальцев. Именно поэтому называют мотором? Да, отчасти, да. Мотор, насос, как хотите. То есть такой некий двигатель, который, работая, позволяет существовать нашему организму, жить. Тимур Сагитович, что нам, простым обывателям, простым людям, нужно знать о сердце в первую очередь? Ну, наверное, надо знать то, что сердце, как и любой мотор, раз мы уж проводим такую аналогию, это не вечный двигатель. Это орган человеческий, который, если за ним правильно не ухаживать, не следить, не беречь, он может дать сбой своей работе. И мы это сразу почувствуем, нам станет сразу плохо. Поэтому это как раз тот орган, который надо беречь, пристально за ним следить, профилактировать все заболевания, которые могут быть с этим связаны. Под словом «беречь» вы имеете в виду отказаться от вредных привычек и так далее? Как минимум. То есть вредные привычки, несомненно, приносят только зло, только вред как сердцу, так и всему организму в целом. Но, помимо этого, конечно же, надо вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, правильно питаться, ну и все прочее, то, что помогает организму правильно, нормально функционировать. Тимур Загидович, теперь хочу перейти лично к вам и спросить у вас, вот выбор профессии кардиохирурга, он был осознанным для вас? Я спрашиваю, это потому, что ваш папа известный практически на всю Россию, кардиохирург. Это было ваше личное решение или вы решили послушать, может быть, папу? Здесь, наверное, сыграла роль и тот фактор, и другой. То есть, конечно, то, что отец был врачом, был хирургом, наложило отпечаток очень мощный. И, заканчивая школу, я абсолютно был точно уверен, что я пойду в медицинский институт. Стану ли я хирургом или нет, наверное, тоже было известно, наверное, с первого курса. Другое дело, каким хирургом, то есть, какой узкой направленности я последую. Но где-то, наверное, курсе на третьем, на втором или на третьем курсе я сходил к отцу на работу, побывал в операционной. И вот, наверное, с тех пор и заболел этой профессией. И для меня уже к моменту окончания института уже не было сомнений, куда я поступлю, чем я буду заниматься, каким будет мое послевузовское образование. Конечно, я пошел сразу по стопам. Конечно, я не могу у вас не спросить о тех интересных случаях в вашей практике, которые у вас бывали. И спросить, сколько длилась самая большая операция, самая сложная, самая длинная операция в вашей практике. Около суток длилась операция. Это были одни из первых операций, сложные операции, которые ты только видел, как выполнялись, но сам еще не выполнял. И да, около суток длилась такая операция. Каково это, разрезать человека и работать с этим? Тем более с сердцем. Опишите этот процесс. Ну, наверное, и еще тут мой подвопрос, как вы себя настраиваете на это? Ведь настроение же и состояние здоровья бывает всегда разное. Это же не может быть всегда одинаково? Это не может быть привычка? Ведь каждый случай индивидуален? Ну, конечно, вы правы. Ну, здесь, наверное, больше, наверное, надо вспомнить мои первые операции, которые проходили с очень большим волнением. Естественно, ну, у нас существует такая, среди хирургов или вообще врачей, такое выражение, кто не боится, тот не понимает, с чем он имеет дело. Любой хирург боится, переживает, испытывает волнение, стресс и так далее. Некоторые, и в том числе и я до сих пор перед некоторыми операциями, ночью не спим, прокручиваем в голове различные варианты, как пройдет операция, с чего ее начать, как ее сделать, чем ее закончить и так далее. С возрастом, со временем, конечно, это все в какой-то мере перешло в такую рутину, в такой, в хорошем смысле этого слова, конвейер, когда при выполнении достаточно рядовых операций, которые мы делаем каждый день, этого страха практически нет, но тяжелые операции, пороки достаточно редкие или какие-то уникальные, интересные случаи, конечно, мы тут же вспоминаем, что есть у человека такое чувство, как страх, конечно. Иначе, ну, я считаю, что по-другому быть и не может. Именно страх, волнение заставляет сконцентрироваться, собраться. Перед операцией прошерстить, перелопатить всю имеющуюся по этому поводу литературу, посоветоваться со старшими коллегами, с другими хирургами, которые имели дело, допустим, с этим случаем или не имели такого опыта, но интересно было бы выслушать их мнение по этому поводу. И мы вот так вот, сообща коллегиально, идем на такие операции. Такие операции не редкость. Симур Сагитович, ну, не очень хочется говорить на эту тему, но тем не менее, вот говорят же, что у каждого врача, тем более у каждого хирурга, есть свое кладбище. Я понимаю, что вы всегда хотите сделать все как можно лучше. Из последних, как говорится, наверное, последняя инстанция, может быть, и последний метод – это спасти этого человека, прооперировать его. Но вы также понимаете всю опасность, все последствия. Если все-таки происходит что-то нехорошее, как вы восстанавливаетесь? Да, это, наверное, самое тяжелое в работе не только хирурга, и вообще врача, который имеет дело с жизнью, со здоровьем и жизнью пациента. Тяжелее всего общаться, первым делом перенести это, конечно, когда случаются такие события. Но потом ведь надо еще и общаться с родственниками, как-то смотреть им в глаза, что-то говорить, искать какие-то слова, подбирать какие-то слова. Это, наверное, самое тяжелое. И каждый хирург, каждый врач потом с этим сталкивается-то, конечно, и потом живет с этим. Очень часто некоторых таких пациентов помнишь, наверное, в течение всей своей жизни. Да, это действительно есть. А что я делала не так, да? Это первый, наверное, вопрос, который сам себе задаешь. И здесь, конечно, любой хирург, любой врач должен задать тебе вопрос. Вернее, должен вспомнить, что он не бог. Да, да. И что есть случаи, за которые, наверное, не следовало бы взяться. Но с другой стороны... А вдруг помогу? Да, с другой стороны задаешь себе вопрос. А вдруг у меня получится, я вытащу пациента с того света. У меня получится. Или как минимум... Постараюсь. Насколько-то на какое-то время продлю его жизнь. Вот. Естественно, только с такими мыслями мы беремся за таких пациентов. Угу. Хотя в других клиниках ему уже отказали там. И не раз. И тут, да, тут пациент, вернее, хирург должен сам себе задать вопрос, взвесить все за и против. И решить сам для себя, сможет он на это пойти, нужно ли на это идти. Угу. Или целесообразнее и правильнее было бы оставить все так, как есть. Угу. Ну, да. Это выбор порой очень тяжелый. С одной стороны, ты понимаешь, что возможно, что ты не справишься. А с другой стороны, нас подталкивает просто неимоверное желание помочь такому пациенту. Угу. Кроме того, потом, если эта операция проходит или этот случай завершается успешно, хирург знает, что в следующем случае подобном он тоже может помочь такому пациенту. И, грубо говоря, ну, крылья за спиной вырастают, появляется некоторый опыт, и мы начинаем вылечивать пациентов, ранее считавшись безнадежными. Скажите, пожалуйста, на каких конкретно сердечно-сосудистых заболеваниях вы специализируетесь? Будучи в ординатуре, мы должны пройти практически весь курс, весь спектр сердечно-сосудистых заболеваний. Это и сосудистые заболевания в чистом виде, это и различные сердечные патологии, которые тоже, в свою очередь, делятся на врожденную патологию, то есть патологию, с которой ребенок рождается. Приобретенные патологии, когда сердце изначально нормально развивалось, нормально функционировало, но в течение жизни что-то пошло не так, возник тот или иной порог сердца. Это ишемическое заболевание сердца, когда страдает питание самого миокарда, самого сердца. Пройдя все эти этапы, все эти циклы на этапе ординатуры, я все-таки сделал выбор свой в пользу врожденной патологии, чем до сих пор и занимаюсь. То есть я работаю в отделении врожденных пороков сердца. Можно ли говорить так, что в старости, в преклонном возрасте каждый из нас столкнется с проблемами, с болезнями сердца? Нет, это не так. Если человек, ну начнем с того, что если он генетически свободен от заболеваний сердца, которые генетически обусловлены, далее человек рождается и дальше ведет правильный образ жизни, то не всегда и не все люди будут подвержены заболеваниям сердца. А вы бы хотели, чтобы ваши дети пошли по вашим стопам, выбрали бы профессию врача, кардиохирурга? Я сразу для себя определил, что драконовских методов в этом плане не буду применять, не буду насаживать свою точку зрения. Вот чем дети захотят заниматься, тем они и будут заниматься. Но средняя дочь, по крайней мере пока, она в седьмом классе, пока вот изъявила желание быть кардиологом. Насколько это будет осуществиться, пока неизвестно, но меня как врача это радует. Ну что ж, Тимур Сагитович, я благодарю вас за интересное интервью. Я желаю вам огромной удачи в вашем нелегком труде. Спасибо, что нашли время.